Кто такой успешный бизнесмен? Если кратко его характеризовать, то это тот, кто умеет зарабатывать деньги, тот, кто не боится рисковать и тот, кто никогда не устает учиться. Тем более, что сегодня государство предоставляет отечественным предпринимателям уникальную возможность пройти мастер-класс у акул-бизнеса с мировым именем. Здравствуйте, с вами Лаура Кунекова. Сегодня в деталях о том, чего сегодня учат казахстанских бизнесменов. Большой лекционный зал в центре аудитории. Преподаватель иностранец, а за партами вместо студентов директора компаний и руководитель эфир. Они принимают международный опыт ведения бизнеса бесплатно за счет государства. Уже седьмой год в Казахстане реализуется проект обучения топ-менеджмента. Это совместное детище правительства, фонда ДАМУ и Назарбаев университета. Основная цель программы это внедрение новых бизнес-моделей. Это показать предпринимателям, каким образом необходимо развивать свой бизнес. Как оценивать свои возможности, как ставить цены, ценообразование, затем как управлять компанией. Именно этих знаний не хватает молодому, но амбициозному предпринимателю из Тараса Олжасу Куандыкову. Три года назад он открыл свой первый кинотеатр. Тогда мало кто из его близких верил в эту идею. Друзья и родственники подшучивали, мол, снова Олжаса тянет в творчество. Однако такое творчество оказалось весьма выгодным. Дело быстро раскрутилось и начало приносить реальную прибыль. Начинал прям с нуля, скажем. Взял в долг деньги. Ну, в течение трех месяцев мы заработали эти деньги. Получается первый миллион в тенге. Ну, в течение пять лет тоже брали кредит, все закрыли и работаем, работаем. Сейчас в год оборот у нас более 100 миллионов. Успешный стартапер решил не останавливаться на достигнутом и поэтапно расширять свой бизнес. Для этого нужны были теоретические знания. Поэтому, когда он услышал о бесплатном обучении в Назарбаев университете, сразу же подал заявку на участие в проекте. Точно по такому же сценарию на лекции пришел еще один молодой бизнесмен Ербол Шаймаханов. Он владелец транспортной компании, специализирующейся в сфере туризма. Мы существуем год. Мы предоставляем услуги транспортные на рынке пассажирских услуг. У нас есть не один автобус, у нас несколько и один из техники. Причем у нас техника не только одного вида. У нас есть автобусы большие для больших групп, небольшие микроавтобусы для средних групп и автомобили, которые возят небольшие 2-3 человека. Но сегодня оба они не предприниматели, а простые слушатели, которые постигают формулы успешного продвижения бизнес-проектов. Своим собственным бесценным опытом с ними делятся профессионалы. Один из них доктор Роберт Розенфельд. Он родом из Канады, успешный предприниматель, бакалавр экономики, член профессорско-преподавательского состава Duke Corporated Education в Америке. Его выступления в вузах расписаны на год вперед. К Казахстану он обычно приезжает весной. Полный вдохновения и новых идей. Для вашей страны сейчас самое важное – это создать инфраструктуру для бизнеса, для инвесторов, чтобы они пришли и могли работать в вашей среде. У вас очень много перспективных проектов, те же фермерские хозяйства. Они очень продуктивны. Производство тоже обладает хорошими возможностями. Но нет привлекательных условий для роста этих проектов. Например, недостаточно развита банковская система или юридическая инфраструктура. Я знаю, что процесс заключения договоров здесь очень длительный, а это серьезная преграда, которая тормозит эффективность любого начинания. О слабых звеньях казахстанской бизнес-среды провайдеры мировых корпоративных программ знают не понаслышке. Перед тем, как читать лекции, они изучают наш рынок и внимательно анализируют его. Морван Маклеен тоже часто гость в Астане. На ее курсе можно узнать много нового о стратегических инновациях, развитии лидерства и проектировочном мышлении. Главная наша цель – научить менять бизнес-модель под время и под обстоятельства, менять вообще отношения к людям, научить строить команду, а потом научить управлять этой командой и вместе достигать поставленных целей. Я могу сказать, что сегодня наши занятия посещают люди, состоявшиеся, у которых за спиной многолетний опыт и учеба за рубежом. Но многие стартаперов, молодых предпринимателей, которые только начинают раскручивать свое дело. Аудитория разная, и это очень интересно. Попасть в эту бизнес-школу сейчас стремятся многие отечественные предприниматели. Но количество мест ограничено квотой. Ее размер ежегодно определяет Фонд развития предпринимательства ДОМУ. Они же составили список требований, по которым отбираются участники проекта. Во-первых, кандидат, то есть потенциальный участник, он должен занимать руководящую должность компании. Это должен быть либо директор, либо заместитель директора. Далее компания должна быть либо с малого, либо со средним предпринимательством. Следующие требования компания, текущая деятельность компании должна осуществляться в приоритетной страхе экономики, которой установлены программой дорожной карты бизнеса 2020. В основном это все производство. Из услуг это здравоохранение, образование, ремонт машин. Если вы подходите по всем этим параметрам, то смело можете зайти на сайт Фонда ДОМУ, заполнить электронную заявку на участие в проекте и приложить к ней справку с места работы. Вам обязательно ответят. Если вы опоздали, то, по крайней мере, поставят в резерв. Но если при проверке обнаружится, что деятельность вашей компании временно приостановлена или же она вовсе обанкротилась, то ваша заявка будет автоматически отклонена. Обучением могут пройти руководители только действующих предприятий, которые впоследствии используют приобретенный опыт в своей практике. Это бизнес, ничего личного. Государству нужна отдача, потому как оно полностью несет на себе затраты по проведению курсов. За обучение бизнесменам не нужно платить. По условиям программы само обучение бесплатно. Расходы по проживанию, расходы по проезду мы не оплачиваем. Поэтому, если приезжают иногородние предприниматели, то, конечно, они несут расходы в части проживания, в части проезда. Нашим столичным предпринимателям в этом плане это как бы доступней. И поэтому даже мы каждый год принимаем большее количество заявок, чем у нас квоты установлены. Потому что, если с региона кто-то не приезжает, то со стороны, вот те, которые сверх установленного квота, они все равно проходят обучение. Вся программа делится на три этапа. Первый – это интенсивный трехдневный очный курс, в ходе которого бизнесмены слушают лекции иностранных профессоров. После этого, через месяц, начинается онлайн обучение. Слушатели при этом могут находиться в любой точке планеты. Главное – вовремя подключиться к интернету. И, наконец, третий этап – научиться выгодно преподнести свой стартап. Обычно мы приглашаем представителей с инвестиционной компанией, которые рассказывают, каким образом нужно свой бизнес-план рассказать инвестору будущему, в течение пяти минут для того, чтобы продать свою идею и получить инвестиции. То есть, предприниматели пишут бизнес-планы, направляют их профессорам. Профессора оценивают бизнес-план и дают свои комментарии, как необходимо улучшить бизнес-план, на что необходимо обратить внимание, может быть, на маркетинговую часть, либо на финансовую часть. То есть, они полностью оценивают бизнес-план и дают комментарии. После трех месяцев обучения бизнесмен получают сертификат о прохождении курса в Назарбаев университете. Проект этот был начат в 2011 году. За это время в программе приняли участие 2100 предпринимателей. Все они до сих пор успешно работают. Гений тот, который умеет крамотно красить у других, скажем. Мы изучаем все, кто как делает, все объединяем, берем только лучшее, да, и даем это клиенту. Бизнесменам уверенности не хватает каких-то, наверное, знаний, но каждый человек уже что-то знает. Просто мы в своей голове ограничиваем. Сейчас вот такое время, когда очень бурный рост идет малого и среднего бизнеса, и, соответственно, для роста необходимо очень много факторов учитывать. Это, во-первых, привлечение инвестиций, во-вторых, это управление предприятием. Все это знания и соответствующие навыки. Я считаю, что учиться всегда необходимо. То есть, если даже у тебя есть какие-то теоретические знания, фундаментальные, то есть знания необходимо постоянно обновлять. Кто побеждает среди казахстанских предпринимателей? Тот, кто предложит меньше цен, он тот и выиграл. А успешный бизнесмен, он предлагает не самую низкую цену. Он предлагает самый лучший товар, самый лучший сервис. Тогда он будет вхож в любую дверь. Тогда он не будет сводить концы с концами, а будет развиваться и в дальнейшем инвестировать в свой бизнес большие деньги. Курсы дают бизнесменам путь к новому нестандартному мышлению. Здесь же на общих лекциях они находят потенциальных партнеров, клиентов и даже друзей. Таким образом, в рамках проекта формируется новая, более сплоченная, думающая и перспективная казахстанская бизнес-элита. Смотрите нас на сайте и на телеканале Хабар 24. С вами была Лаура Кунекова. Все самое актуальное, подробно, в деталях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова